Приветствую, друзья. Мы все понимаем, что сумасшедший белорусский диктатор захватил пассажирский самолет, чтобы арестовать оппозиционного журналиста. Но понимать это одно, а точно знать совсем другое. Сам Лукашенко упорно двигает версию об угрозе взрыва на борту самолета. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. Но сейчас, буквально за три минуты, я покажу вам, что диктатор здесь врет. Давайте немного пройдемся по хронологии. 23 мая, 12 часов 30 минут по минскому времени. Самолет Ryanair, рейс номер 4978, следующий из Афин-Вильнюс, входит в воздушное пространство Беларуси. 12.30. Диспетчер Минского центра управления полетов сообщает пилотам, что в самолете якобы заложена бомба, которая будет взорвана якобы над Вильнюсом. 12.31. Диспетчер рекомендует пилотам посадку в Минске. 12.33. На вопрос пилотов, откуда информация, минский диспетчер отвечает, что служба безопасности аэропорта получила имейл. И добавляет, что этот имейл был отправлен в несколько аэропортов. 12.47. После многочисленных рекомендаций минского диспетчера, самолет Ryanair включает сигнал бедствия и разворачивается в аэропорт Минска. Через несколько минут самолет снижается и приземляется в Минске. КГБ Беларуси арестовывает бывшего главного редактора канала Нехта Романа Протасевича и его девушку, российскую гражданку Софью Сапега. Через день видео Протасевича предположительно со следами пыток обнародует провластный телеграм-канал. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич, вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минска. Чуть позже будет опубликовано аналогичное видео Софьи Сапега. 23.05.2021 года летел на одном самолете с Романом Протасевичем. Протасевич и Сапега будут помещены в СИЗО Минска. А вот теперь вернемся назад во времени. Вот 23 мая, 12 часов 30 минут. Минский диспетчер заявляет про бомбу на борту самолета РНР. А в 12.33 уточняет, что информация получена Службой безопасности по имейлу. Мы сумели получить этот имейл. Он действительно был. Вот он. Попытайтесь не смеяться над содержанием, просто обратите внимание на время. 12 часов 57 минут. Уже прошло 10 минут с момента подачи самолетом сигнала бедствия и поворота на Минск. Уже прошло 24 минуты с момента, как диспетчер заявит о получении этого письма. Уже прошло 27 минут с момента, как диспетчер знал о минировании самолета. Конечно, мы можем предположить, что в управлении полетов Минска работают экстрасенсы, ну или путешественники во времени. Но больше похоже на то, что это топорно выполненная операция прикрытия. Один большой фальшак, созданный для того, чтобы выживший из ума диктатор смог захватить и кого оппозиционного журналиста. И при этом осуществив акт воздушного пиратства и подвергнув опасности сотни людей. Отдельно хочется отметить, что по состоянию на 12.33 минский диспетчер знает про отправку эмейла в несколько аэропортов. С учетом того, что в Минский аэропорт письмо, как мы видим, еще не приходило. Вильнюс и Афины, по нашим данным, такую информацию в Минск не отправляли. То есть методичку для диспетчера спецслужбы составить успели. А вот подстраховаться письмами нет. Что еще мы можем узнать из этого эмейла? Что белорусские диктаторы и его спецслужбы не умеют пользоваться техникой. Лукашенко заявил, что эмейл от солдат Хамаса пришел из Швейцарии. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Эмейл, как мы видим, отправлен с ящика на ProtonMail. Сервер ProtonMail стоит в Швейцарии. Все письма через ProtonMail будут иметь швейцарские IP-отправители. Можете сами попробовать. Вся история с операцией прикрытия захвата оппозиционного журналиста сделана столь топорно, что была бы смешной, если бы не имела столь печальных последствий. Как вы только что увидели, захват самолета не был вызван угрозой теракта. Угрозу придумали Лукашенко и его спецслужбы. Придумали на ходу. Толком обставить не успели. Разоблачается все в два счета. И при этом Роман Протасевич и Софья Сапега находятся под арестом в Минске и, возможно, подвергаются пыткам. И все мы должны предпринять максимум усилий, чтобы вытащить ребят. Ну а сумасшедшим диктаторам не место в Европе в 21 веке. Слишком это опасно для всех. Я сейчас не только про Лукашенко. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо! Счастливо!